добрый день дорогие друзья меня зовут оля добро пожаловать на мой канал и в этом видео мы с вами будем делать небольшой букетик к 8 марта и так приступаем за основу я беру коробочку которую я делала сама она у меня обтянута бархатом если вам интересно будет как сделать такую коробочку оставляйте комментарии и я обязательно выложу для вас это видео но вы же можете убрать любое другое кашпо которое у вас есть или которая вам нравится совсем недавно я показывала как сделать такие розочки розочки у меня без конфет ну а вы если любите такие цветы делать с конфетками то делайте с конфетками у меня розы в двух цветах розовые и белые ссылочку как сделать эти розы я оставлю в описании как обычно ни один букет не обходится без зелени и я сделала листочков скручивала их по 2 по 3 и для этого букета мне хотелось именно серых ягодок но я не нашла в магазинах сахарных ягодок поэтому сделала ягодки сама номер бумаги этой 605 и это очень красивый оттенок ягодки я делаю из фольги и просто обкручивала бумагой затем скрутила тейп лентой по 2 по 3 ягодки и теперь приступаем к сборке букета начинаю я с роз у меня всего получилось 9 роз и я их расставляю сначала просто в 3 рядочка и я не боюсь когда у меня окажется два одинаковых цвета рядышком в этом нет ничего абсолютно страшного расставляю сначала просто в три ряда и по ходу работы я потом сформирую уже круглый букетик вот так вот сначала все это выглядит и теперь приступаю к зелени те листочки которые я скручивала по 3 я их расставляю по углам и расставляем зелень я розочки те которые у нас в углах отгибая их немного к центру и таким образом у нас уже формируется круглый букет в центр я вставляю листочки которые у меня были скручены по 2 все мои листочки на проволоке и это очень удобно потому что листик можно выгнуть в любую сторону и сделать так как нам нужно и теперь приступаю к ягодкам ягодками я как бы прячу все пустые места свободное пространство но как бы не прятать как бы не старался в любом случае где-то что-то останется но это и не очень страшно ведь и в живой флористике бывают простые пустые места и посмотрите по мере добавления ягодок как сразу оттеняется букет и как он очень нежно и красиво смотрится даже несмотря что ягодки серого цвета ягодка розы я не приклеиваю на клей потому что они у меня без конфет и они очень легкие если же вы делаете с конфетами то букет будет у вас тяжелый обязательно приклеивайте на горячий клей иначе у вас может просто все попадать букет готов и теперь мне захотелось добавить еще топпер в магазине я купила топпер 8 марта только желтого цвета и я хочу его покрасить в том своим своего букета я крашу акриловой краской наношу нам губки для декупажем и прохожусь по всей поверхности топпер окрасила всю поверхность теперь крашу все грани прохожусь кисточкой для удобства так чтобы у нас не осталось неокрашенных мест и оставляю до полного высыхания и теперь я хочу немного оттенить белой краской также наношу на губку и почти сухой сухой губкой прохожусь и немного высветляю топпер как правило очень длинные продаются шпажки для топперов я разламываю пополам и обязательно буду приклеивать шпажку потому что не очень хорошо она держится и наношу немного клея на шпажку и приклеиваю к топперу затем вставляю букет и на этом готова единственное что все-таки длинновато казалось шпажка я в итоге потом ее немного укоротила вставляю можно вставить как в центре так сбоку как захотите на этом мое видео готово если она вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь и не забывайте нажимать на колокольчик всем пока пока